ТРАССА 101 Приветствую в эфире ТРАССА 101 Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В Госдуме готовится законопроект, ужесточающий ответственность за использование на автомобиле поддельных регистрационных знаков. Это предлагается квалифицировать как уголовное преступление с наказанием в виде обязательных работ на срок до 300 часов, либо исправительных работ на срок до 1 года. Сейчас за установку левых номеров полагается штраф в 2500 рублей, а за управление таким авто – лишение прав на срок до 1 года. ТРАССА 101 В Кировской области стартовала традиционная акция «Внимание, дети!». В Кировской области она направлена на снижение детского травматизма на дорогах. В рамках кампании сотрудники госавтоинспекции будут уделять повышенное внимание, в том числе правилам перевозки юных пассажиров. По данным ГИБДД, в этом году в ДТП на дорогах нашего региона пострадали почти 60 детей, один погиб. Почти в половине случаев речь идет о наезде автомобилей на несовершеннолетних пешеходов. ТРАССА 101 Росстандарт создаст базу идентификационных номеров автомобилей, владельцы которых не откликнулись на отзывную кампанию. Перечень будет доступен на сайте ведомства якобы уже с 1 июля этого года. Кроме того, информация о том, что машина не участвовала в сервисной акции, как правило, она носит добровольный характер, будет заноситься в электронный паспорт транспортного средства. ТРАССА 101 Подключился к общедоступной точке Wi-Fi, и на экране гаджета стала появляться социальная реклама о важности соблюдения ПДД. Это теперь практикуется в крупных российских городах. Соответствующая договоренность достигнута между ГИБДД и интернет-провайдерами, предоставляющими бесплатный доступ во всемирную паутину в кафе, ресторанах, поликлиниках, торговых центрах и других людных местах. Насколько продолжительным будет проект, не сообщается. В идеале временных рамок быть, конечно, не должно. А УАЗ собирается запустить в серийное производство автодом на базе Буханки. Машина будет ориентирована в первую очередь на европейский рынок. Действительно, от нынешних цен на легендарный вездеход глаза округляются, минимум 830 тысяч рублей. А тут, должно быть, ценник будет задран до неприличия. Байкал, такое название получил Кемпер, обладает дополнительной крышей из стеклопластика. Общая высота может достигать двух метров пластиковыми окнами, светодиодной подсветкой салона, раскладным диваном, мини-кухней, холодильником и другим оборудованием. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания.